Республика нуждается в слаженной работе всех субъектов профилактики правонарушений. Только объединив усилия власти, муниципальных и правоохранительных органов, можно прийти к позитивному результату – снижению преступности в регионе. Об этом мы не только говорили на координационном совещании по обеспечению правопорядка при главе республики. Подводя итоги работы в прошлом году, глава Чувашия отметил, уровень преступности в республике в целом снизился, что особенно важно – сократилось количество тяжких и особо тяжких деяний. Большую роль в этом играет консолидация усилий всех структур, а значит, координационное совещание со своими задачами справляется. В то же время расслабляться рано. Высоким остается уровень экономической преступности. Количество уголовных дел, связанных с коррупцией, увеличилось. В Чувашии сложной остается и ситуация с рецидивной преступностью. По итогам прошлого года она возросла на 14%. Каждое второе преступление в республике совершено лицами, ранее уже судимыми. Наибольшее количество отмечено на территории Чебоксарского, Алатровского, Шумерлинского, Цивильского, Ядринского, Козловского, Марпасадского, Канарского районов. В прошедшем году такими лицами больше совершено умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилований, краж, грабежей, разбойных нападений, мошенничеств, гулиганств. По мнению прокурора Чувашии Владимира Метелина, недостаточно эффективно работают советы по профилактике на местах. Система создана, но в некоторых районах она постоянно почему-то работает с бесконечными сбуями. Нет достаточного спроса должностных лиц, которые за это дело отвечают. Главы эти направления как следует не отслеживают. Прокурор предложил активнее работать с судимыми гражданами, чтобы достичь положительных результатов. Глава республики заострил внимание и на другом не менее важном вопросе. В республике около 1300 детей-сирот стоят в очереди за социальным жильем. Бюджетные средства на строительство жилья для них выделяются и немалые. Так, в прошлом году на эти цели в муниципалитеты республики было направлено более 200 миллионов рублей. На этот год заложено около 230 миллионов рублей. А вовремя предоставить жилье нуждающимся все же не получается. Сироты остаются без жилья из-за недобросовестных подрядчиков. Из-за того, что тендеры и конкурсы на строительство выигрывают фирмы, которые жилье потом вовсе не строят. Либо делают это с нарушениями. Михаил Игнатьев настойчиво порекомендовал главам администрации районов контролировать этот вопрос постоянно.